Доброе утро и доброй ночи. Можно рассказать еще пока. Меня зовут Федор Кудряусов, я зап. лаборатории градусов. За мной рядом Михаил Любомирович Петрович, руководитель лаборатории градопланирования Санкт-Петербург. А если я так вы говорите, не слышно? Я буду хуже, потому что все это дело и плотно не дадут. Во-первых, спасибо, что пришли, вы действительно достаточно по субботе ранний час. К сожалению, у нас, как и для общей программы, и взятия технических и прочих однокладок, именно такое время получилось. Но, как говорится, все равно с вами был проект, так что все у нас будет все-таки хорошо. В принципе, мы вкратко скажем, так как родился Семенан. Подводите нам до этого выступление. Родился он, я так сказал, в большой уведомción, Михаил Любомирович, на самом деле, который, хотя бы мыслись в петербургской интеллектности, согласился мне помочь направить в Петербурге моих коллегах в Пекину, с которым мы сейчас делаем совместное исследование по родителю Москвы и Пекина. в пекине есть модель они сделали модель организации пекина и я с одной стороны попросил михаил помочь как туристам поздравить до поставим мысли о том что поскольку михаил помилой сам занимается моделью это возможно возникнет и какой-то интерес профессионально и отчасти это собственно и сработало поскольку и это вообще не возникла идея что надо нам тоже в общем-то как-то сконцентрироваться на теме моделирования города поскольку эта тема очевидно будет продолжить свое новое развитие в ближайшее время по крайней мере по крайней мере по двум причинам очевидно взрывное развитие информационных технологий с одной стороны второе это рост доступных данных конечно невероятно причем я понимаю еще только к этому начинает поступаться потому что вообще говоря количество данных в ближайшее время обрабатывали как так и канализировалось еще и большой рост ну и при этом то что сами города становятся другими то есть те существуют привычные на форму до функционального домирования рядом жилье оттуда и производства которые на самом деле до сих пор удивительным образом встречаются как строителей как оттуда и управленцев очевидно что они больше не работают чай и по крайней мере рекой не всегда работают чай больше не будет не живет как раньше в промышленной слаботе перед работе на самом деле случилось очень давно почему-то осознание было по-моему еще не перешло то есть город и город стал вычим вот эти вот эти на мой взгляд основные точки искали нашим интересам может быть нам интересным смотреть это наши эксперты в сессии вчерашние на форуме с одной стороны к несчастью пока не двух докладчиков не будет поэтому у нас есть больше времени для дискуссии потому что в 12 часов начинается лекция это наши эксперты в сессии вчерашние на форуме мы планируем что они начнутся в час их нам поставили случайно на 12 поэтому я думаю что мы успеем за 12 но если мы не успеем то в принципе зал он свободен мы можем в крайнем случае разделиться с тех кто захочет с начала лекции там можно пойти красный зал если же кто захочет продолжить дискуссию здесь можно остаться здесь и какое-то время поднимаются и продолжить дискуссию так что у нас здесь довольный гристика спасибо я предоставляю слово Наталье Валерьевичу Петровичу спасибо большое за приглашение и на форум и в мархи и в зал учебного совета вот мне кажется что ученый советничает некоторая вот он и будет вот это да да вообще спасибо большое что вот так получилось что китайские коллеги приехав сюда как-то соединившись с вами потом появившись у нас в Петербурге они нас взбодрили взбодрили тем что стали говорить на нашем языке которые мы давным давно знаем моделирование городов транспортных систем и вот прислали немедленно после возвращения к Сибирску прислали 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 буквально типу материалов которые мы обнаружили что они занимаются моделированием развития городов и вот у вас на экранах это наверное может писать как что-то опубликовано из статьи сценарное моделирование городского развития моделирование транспортных покрытий исследование сетки концентрации либо все жители живут в центре которые работают на интерферии либо дисперс на распределение моделирования занимаются таким моделированием и мы видим как буквально наш язык который мы всегда знали вдруг он возрождается возрождается и тогда поскольку мы как-то от них чуть-чуть нас выкли вот этот государственный кодекс строго такая финансовая модель какая-то мы чуть-чуть от этого отошли и звонят Фёдору ну не может быть так не может быть так что вот там происходят такие связи а мы все забыли во-первых на полке да у нас книжки во-вторых а также применение высшительной техники моделирования вот если кто-то проектирует 78-й год это расцвет вот 70-е 80-е годы моделирование в нашем нашей стенах это Москва Ленинград Киев Минск упомяну Екатеринбург Алмада по-моему тогда она включилась и у нас громадный громадный библиотека и вот сейчас там там библиография есть и мы находимся по библиотеке для скачивания это те книжки по моделированию которые у нас в библиотеке просто нашего библиотека и мы обнаружили что кроме ну таких книжек которые на поверхности есть очень много подробностей автоматизации региональных геросоцветных исследований это 88-й год математический метод решения комплексных задач геросоцветного проектирования это сборник который создан в рамках совета работы СССР и ГТР очень большой класс литературы посвящен транспортному планированию Брайловской управлению движением транспортных средств команды управления дорожными движениями другой пласт литературы связан с геросоцветной оценкой территорий городов когда стоимости земли еще не произносили и тогда был геросоцветной оценкой вот одна из первых книг книжек это Кабакова строительство в 75-й год она в общем в какой то мере базовую для дальнейших исследований строительства условия движения автомобилей пешеходов у Кислякова точность экономика математических моделей и вот эта тема настолько важная сложная и которая забыта ну не знаю в последнее время сейчас я немножко касаюсь этого сделать что вот эта точность которая кажется что в наших условиях когда разнонаправленные интересы совершенно непоятно когда будут кризисы и все остальное а нам нужно прогнозировать на 10-20 лет вперед вот эта проблема точности наших прогнозов она уже посвящается и книжке ковринского а дальше после меня будет выступать и как раз по поводу сценарного моделирования тоже вопросов точности а немножко от другой стороны смотрим объективные модели субъективные решения это размышления о том пласт исследований связанные с антропидными моделями с антропидными моделями это две школы это школа московская и школа ленинградского вот здесь перед вами монография ленинградского коллектива исследователей Федоров Милков Пальчиков наверное Александр Ильич просто совсем знаком да а это для многих людей для фамилии не знакомы это экономико-фатематический институт академии наук это институт институт технических проблем вместе с институтом ленинград как делать модель которая практически до сих пор работает и компьютерное исполнение уже переведено и смыслово и вот мы хотели чтобы здесь было два доклада как раз этой группе исследователей которая позволяет работать с функциональным с функциональной использованной территории Пахомова, Фёдоров, Булычева, ну, к сожалению, это не так просто получилось. И второй выход этой группы – это досетевые расчёты транспортных потоков. И это 2008, который готовил к реферитацию, и в чем это заболел? Бывает такое. Не могу сказать. Бород, модель и реальность. По-другому всё, здесь никакой энтропии нет, но по-другому всё. Это Московская школа, которая параллельно с Ленинградской тоже основывалась на энтропийном подходе к антирированию и развитию города. И большой пласт литературы, который связан с системным анализом. Они также работали с архитекторами-урбанистами, в первую очередь, и получили достаточно интересное исследование. Очень, вот я заторвожу на форестере, потому что вышедшее в 1972 году, по-моему, в американском издании, и в 1974 году динамика развития города, она возбудила ещё один пласт исследований. Возбудила попытку разобрать город, разобрать город на подсистемы, и увидеть связь под системы, и увидеть развитие динамиков. И вот я немножко заторможу на этом графике, он потом будет там ещё презентация, но... Меня вчера, когда рассказывали о Москве, очень озадачил график развития. Развитие, вот он идёт по чуть ли не по... Поднимите, куда же, уходим, да? Всё растёт, всё непрерывно растёт. И доходы растут, и расходы... Ну вот всё замечательно растёт в 25-й год, в 30-й годах. Форестерские графики, они показывают, что если у нас появляется какой-то предприятие, и появляется... И вот первый момент развития города, появляется предприятие, появляется сферен, он активный и доходный. Потом, когда появляются доходы, предприятие расширяется, появляется необходимая дешёвая рабочая сила, завозится дешёвая рабочая сила, дешёвое жильё, и начинаются проблемы. И немножко эти проблемы разворачиваются. Проблемы в чём? Во-первых, социальные проблемы, когда первоначально дешёвая рабочая сила ничего не требовала, немножко обзавить сферен, появляется в социальной инфраструктуре, появляется нагрузка на это предприятие, появляются проблемы. появляются проблемы пенсионеров, появляются проблемы маленьких детей, и дальше социальная нагрузка начинает снижать эффективность производства, и дальше начинается процесс динамического взаимодействия. У него расходы 25 социальных систем городских. И самое интересное на этой графике, это первые опыты серьёзного компьютерного моделирования. И мы видим на всех графиках, что они обязательно волновые. Вот нет просто вот такого графика, который уходит вперёд, вверх, куда-то в небо. Обязательно, если какая-то вот система вырывается вперёд, по доходности, по привлекательности, то обязательно какие-то другие начинают работать с большим напряжением. И вот это вот очень важный подход, который мы практически сейчас, ну, не представляем, упускали. Всё у нас растёт хорошо, вперёд и замечательно, здорово. Но не бывает такого в жизни. Мы сейчас прогнозировали для Санкт-Петербурга развитие транспортной ситуации. И говорим, ведь не может быть такого, что вот ВРП, от которого сегодня, вот тоже всё вперёд, там, куда-то на многие годы. Обязательно должен быть и снова кризис, боимся произнести. Вот боимся-то боимся, но если мы математически пытаемся осознать город, мы обязательно должны произнести, что вот будет вот такая картина, будет всплеск и будет спад. И дальше как этот всплеск и как этот спад общество сможет преодолеть, и всплеск преодолеть, и спад преодолеть. Вот в этом и заключается искусство дальше управления. Дальше искусство управления. Это уже математически можно увязать. Здесь очень сложная модель. И вот просто применить и как-то сказать, что вот действительно можно так вот вычислить, что через 100 лет, а у него прогноз 250 лет идёт. Наверное, нельзя. Конечно, нельзя. Но тем не менее, сам подход, когда моделируется динамика развития города, он принципиально, я кажется, он принципиально важен. А сегодня тем более. Ну вот энтропийные методы я упоминал. и это краткий обзор. И чтобы я хотел предварить наше выступление и наш семинар обсуждения. что теперь вот за словом модель очень часто применят транспортные модели. И действительно, транспортные модели начали работать. Вот мы смотрим и по Москве уже в промышленном применении, вот транспортный проект начинает применять, проверять транспортные решения. Мы в Петербурге начинаем это делать. Ну и везде уже требуется по конкурсу документации, который касается транспортных решений, у вас должно быть транспортное моделирование. И слово модель становится таким нарицательным, за которым на самом деле стоит очень много. И вот это множество моделей мы должны видеть, когда мы говорим о крупностях моделирования и развития города. И я хочу обратить внимание на две вещи. Во-первых, очень часто говорят, ну ваша модель не точная. Ну что за точность вашей модели? Ваша модель не точная. И вот очень хорошее рассуждение, что модель должна быть не точной, а решающей вашу задачу. Модель это инструмент. Как только ты помнишь об этом, модель строится очень легко. Модель может заключаться в прямой линии, в одной прямой линии и все, больше ничего не нужно. Никаких сложных моделей, антропийных подходов, ничего. Если вы понимаете, то вы с помощью одной этой прямой линии решаете всю задачу. То есть модель должна быть проста. Она должна быть соответствовать вашему пониманию, вашему подходу к решению задачи. И вот это вот пункт первый. И я под него еще не уйму такой есть Тьосов, исследователь. У него монография, вот прямо сюда не попала. Очень список литератур, мы ее включили. Вот он говорит, если модель равна моделируемого объекта, это не модель, это копия. Да, это может быть, но это копия. Она вам ни зачем не нужна. Модель должна отражать те существенные процессы, которые вы хотите исследовать. Она должна быть вашей. В этом смысле все. Вот у каждого из вас своя модель. Городской жизни. И вот эта множественность моделей, она очень интересна. Но если у каждого разное, у каждого, то вы как объедините усилия. Вот этот язык моделирования, не то, что мы сейчас все знаем, мы знаем и рассказываем. Мы приглашаем к тому, чтобы начать на новом витке 2013 год, начать вот этот сбор словаря моделирования. Здесь я остановлюсь на нескольких совершенно слайдах. Вот мы сейчас упоминали, что модель города, она может распадаться на несколько сумм моделей. Вот экономика, финансовая сумма модель, это доходы города ВРП, налоги и все остальное. Модель, модель, она финансовая. В архитектурном институте, наверное, она не главная, но она базовая для всех тренировочных решений. Другой, социо-экологическая сумма моделей. Что это такое? Население, экология, то, что та среда, в которую город погружен, нужна? Нужна. Транспортная модель, про которую сегодня будет несколько докладов, нужна? Нужна. Но как только транспортная модель отрывается от города, очень тяжело становится. Вот я вижу, здесь часть людей, была череп, круглый стол, который проводил Министерство транспорта. Министерство транспорта. И вот эта концентрация идеи развития городского транспорта, только внутри городского транспорта, она заканчивается тем, что всех людей надо писать на общественный транспорт, на индивидуальном, чтобы никто не ездил. И вот эта вот тема такая, она настолько становится главной, мировой банк финансирует развитие общественного транспорта, субубо общественного транспорта. Кто, куда, зачем, почему ездит. Это не очень косо. Так вот, самое простое, решить проблему в пробах, если чисто транспортно смотрят, это вообще остановить все движение, всем запретить и ездить, будет безопасно, хорошо, но город только умрет, понятное дело. И вот эта вот смерть города, она внутри транспортной модели, она отсутствует. Вот это очень важная вещь, которую я сфиксирую внимательно, и много раз буду повторять. Еще, другой взгляд, это мы подсистемы. Скажем, там вот у Хорестера 25 подсистем, дешевое жилье, доходное, малдоходное население. По-другому смотрим на те же самые модели. Форма подачи. Форма подачи очень любопытная, сугубо математическая. Когда мы готовим к семинару, он меня спрашивает, вы там будете про функционалы, интегралы, и там всякие функции. Нет, 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 нет. Это есть, но это внутри. Это внутри, это вспомогательный, это тоже вспомогательный инструмент. Хотя еще понятное. Есть вербальные модели. Вербальная модель развития города, например, строительные нормы и правила. Там сказано, квартал, микрорайон, и все сейчас понимают по-разному, что квартал, микрорайон, все распалось. То есть, словесная модель есть, и юридически от нас требует проект планировки, чтобы там микрорайоны, скобочка квартала, а когда делать доходы до рисования, то вообще никто ничего не понимает. Мы потеряли вот эту вот структуру. То есть, слова есть, модель осталась, а графика отсутствует. И вот обязательно должны быть знаковые модели, знаковые модели, графоаналитические модели, и доказали, что это у нас все понятно. И вот знаковый графоаналитический. Два вида моделей. Опять мы от них как-то ушли. Ушли в разговоре, хотя все время пользуемся. Ведь, чтобы защитить проект, если в советское время, вы должны были обязательно рисовать микрорайон, его сделать, ну, более-менее прямоугольным, туда засунуть все, что нужно. И вот, собственно, если вы сделаете микрорайон или два, или три, сколько вам заказано, вы все проездите. Вот этот образ, законченный образ, законченный знак территории, по которой что-то там, эконом финансовую модель, все остальное, все в порядке. Для меня было открытием, когда мы стали защищать транспортные проекты, ну, из молодого дня, как мы начали, ставиться старшим и так далее, я думаю, увидел, что на любых защитах, когда вы покажете кольцевую магистраль вокруг города, проект выиграл. Все, можно подписывать акт, сдачу, приемки. Вот когда мэр города увидел, что вы окружили его город как кольцевой дорогой, проект сдал. Даже, что-то надо, так сказать, вот она начинает чуть-чуть деформироваться, и, скажем, старые специалисты, вот я знаю, какой был перелом, когда кольцевая дорога вокруг Петербурга, Ленинграда, она была именно кольцевая, она начала деформироваться по земле, земля ее стала, земля, регионы, какой был вообще шквал негодования, шквал негодования, но результат все равно, это кольцевая дорога, это смысловая часть кольцевой дороги. Вот это вот кольцо, оно начинает действовать. Это знаковые модели, образные модели. Сейчас образная модель, это гриб, и вот, скажем, Михаил Блинкен, когда рассказывает, говорит, надо строить гриб. Гриб. Четко ясная модель. Радиально-фиксовая модель, да, четко ясная модель. А как они работают? А как они могут работать? как они могут работать? И я хочу еще немножко занять вашего внимания. Вы говорите о моделях разного уровня. Ну, здесь вот немножко я больше концентрирую на уличные дороги, кстати. Они более простые. Они более простые. И вот, смотрите, вот эта модель в северо-американских штатах, вот простейшая модель, вот эта сетка, регулярная сетка, она позволила быстро, быстро, быстро организовать землю, быстро организовать собственников. А собственники были совсем непростые. Вот эта регулярность, четкость, ясность, это колоссальное завоевание человечества, будет реализованная на бескрайних просторах Северной Америки. Правда, за этим шел очень интересный процесс. Там были индейские земли, и наши американские коллеги рассказывают, что вот эта сетка, она категорически отвергла все индейские катастроры. Ну, не по-другому называют, но все деления уходит на людьми детям было отменено предприятие. Простой способ выведения, простая модель очень оказалась эффективной. Это модель. Петербургская модель очень любопытная. Она кажется Петербург регулярным городом, он совсем не регулярный, он выставлен по по экологическому каркасу, как сейчас называют, но почему он кажется регулярным? Во-первых, вот этой регулярности достаточно много, а во-вторых, а во-вторых, есть оси, есть красные линии прямые. И вот слово прямая сейчас и в юридическом языке отсутствует. Совершенно потрясающе. Юрист не понимает, я никого не обижу юристов, они все смеются на это дело. Слово прямая красная линия или ось в юридическом языке отсутствует. Это что означает, что никто к вам не придерется, если вы нарисуете криво или вот так зубцами. Эксперт никакой вам ничего не сказал. Он может сказать, что дорого, он может сказать, что вы заехали на чужую землю, но они скажут, ну что паренька, что же у вас за проспект кривой этого сейчас не скажет. А Петербург строился именно вот на этой идее, что должно быть прямой. И вот это слово прямой, потому что в московской планировке она отсутствует. Москва потом стала выпрямлять Тверскую и все остальное, походить на эти идеальные города. Петербург сейчас начал приближаться к московской планировке. Ну тоже все вот так вот прямизнание. И больная тема такая, определение улицы. Сейчас пошло определение улицы это территория. территория может быть любой. Территория не имеет оси, территория не имеет перспективы. Это тоже элемент наборирования. Ну вот вот это теперь чуть-чуть заторможу на знаковых моделях, которые вы все знаете. Линч, Линч, в переводе Глазачева, Благодарность безбезмерно. знаковые модели они именно работают когда мы работаем друг с другом и работаем с населением, работаем с деревьями, работаем совершенно другими отраслями знаний. Рыбки, оси, границы районов, центры. Это тот язык, который поменяет массив. мы должны свою модель, транспортные модели, экономические модели, мы должны выводить на этот язык. Вот я должен приближаться к концу и чуть-чуть вот эти простые модели иерархии иерархии, 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 которые ну скажем, кристомативны для североамериканских систем, мы сейчас обсуждаем. но у нас такого не получится. Это достаточно сложная конструкция и эта конструкция требует особого подхода, особого осмысления. Это знаковые иерархические модели. Две остановки еще сделаю, прежде чем передать слово дальше. Юридические модели, юридика земляния. Вот этот кусочек зонин плана из французской практики, это Стразбург в данном случае, и вы видите, насколько четко сочетается архитектурная идея. Здесь есть типы использования территории, есть ограничения по высоте, по плотности застройки, и есть аккуратная прорисовка инженерная, здесь вот разгазка должна быть, кольцевое пересечение, как это все друг с другом складывается. И земля здесь видна, и наши предостроительные идеи. Но это юридика плановочная модель. Наша лидика плановочная модель тоже имеет место быть. Это план красных линий, так как он выстроился в 19-20 веке, и который сейчас практически во всех городах деформирован и пересмыслен. Деформация такая, что земельные участки вырезаны, проходы оставлены, и это отдельная тема больная. Она не очень математически, но без этих земельных элементов мы ничего не делаем. Экономико-географических моделей можно отдельно, и транспортно-гранспресс я думаю, что сейчас в следующем докладах вот так их коснемся, и можем вернуться к этому множеству моделей. Таким образом, я передаю слово следующему докладу туда и предложением всех расписывать разные совершенно аспекты системы модели виск. Спасибо большое. А вот как Федор Валерьевич так скажет. Вопросы может сейчас прямо какие-то три-четыре виск. Вопросы можно разводить. Вопросы не виск. Виск. От института оставьте итоги, пожалуйста, потому что вам будет трудно. На вопрос, пожалуйста, Виктор Ильич. Продолжение следует. Какова интеллектуальная сложность, подсказанная гуманизатором? Многие идеальные, не физические, и не художественные, а интеллектуальные. Питер. В какой системе оценки сложных задач? В какой системе оценки? Ваша индивидуальность. Позиция вашего жизненного опыта. Масштаб интеллектуальной задачи. Масштаб хороший. Он требует подсоединения усилий всех сидящих, плюс еще несколько школ должно работать. Спасибо. Форестерская школа дальше... Ведь оттуда пожелал модель в Сим-Сити, которую... Пользовать, пользоваться... Ты перестанешь пользоваться, да? Это же школа. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а кто сейчас наступает как заказчик? Какие модели? Интересно. Сейчас соображу. Вот прямого, никакого заказа нет. Даже заказ на математические модели, транспортные модели, это применение. Вы должны применить. А чтобы кто-то дал заказ на разработку, а кто-то где-то. Мы смотрели, что это такое. Американские модели, они не просто так родились. Посидели, мы здесь не сделали. Модель ловая. У них был громадный заказ на районную тренировку в нашем понимании. В начале 60-х годов, когда пошла субурбанизация, автомобилизация. И вот я могла ошибаться, но вот эта группа исследователей, ну сколько-то процентов из общего бюджета проекта получила. И теперь мы знаем, модель ловая штаб, да, и так далее. Это результат того, что есть какой-то крупный проект. И в этом крупном проекте выделяется сколько-то процентов на теорию. То есть это у них, да, но не у нас. Вы знаете что, у нас, я знаю, что много сидящих здесь людей именно так и делают. У них есть большие проекты. Может быть это не то, что большой проект, это много проектов планировки. Они отщепляют кусочки. Могут, как будто вижу тут у многих людей, как и у себя до кухни или там где-то в нерабочем или в рабочем время занимаются. Можно я и по этому поводу немножко скажу? Потому что это на самом деле очень такой больной вопрос. А представьтесь, пожалуйста. Рябиков Николай Алексеевич, главный институт 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 технических наук. В свое время заведующий лабораторией развития сети автомобильных дорог «Союз Дорнии», которого уже нет. Союз Дорнии вообще наука сейчас не нужна и поэтому вот то, что сейчас делается, это то, что накопленный опыт, накопленные знания именно того времени. И сейчас, в общем-то, работают энтузиасты, которые вот имеют опыт и вот они развивают именно в прикладных работах. И в наших работах вот нет науки, нет заложенных. Вот есть энтузиасты, которые используют свои знания, которые ищут какие-то вещи, вот они и делают. А заказа на науку у нас, извините, пожалуйста, нет. И, в общем-то, я чувствую, что вот все моего возраста уже за 60, вот это люди, которые двигают эту науку. И вот что будет, когда нас не станет, мне, откровенно говоря, очень и очень даже просто плачевно. Потому что я, ну, на самом деле, извините, у меня это наболело. Ну, я так, да, ну, я, знаете, как я говорю, сейчас мне тогда позволю такой вопрос свой задать, то, что мы понимаем, что происходит. Но если посмотреть, кто сегодня к нам пришел в основном, то это люди совсем другого возраста. Вот я поэтому так обращаюсь к нашей аудитории, может кто-то что-то может ответить на это, да, я не знаю. Ну, хорошо, давайте так, ладно, давайте так. Можете сказать. Нормативно-правовой стандарт на раз, два, три дополнительные изменения. А вот, наверное, все-таки заявил. Про стандарты мы попросили, ну, перед вами, значит, послед, заключительное сообщение, суждение, Александр Черненков, заведующий отделом предостроительного права Института урбанетики в Санкт-Петербурге. Видите, какой у нас элементарный факультет. Добрый день, дамы и господа. Очень рада всех видеть здесь на замечательном семинаре. Надеюсь, мы все почерпнули что-то новое. Я со своей стороны хочу поделиться с вами опытом, который мы наработали в процессе проектирования различных городов, транспортных систем городов, как мы применяем моделирование именно такой подход, как сценарное моделирование транспортных потоков для решения задач развития транспортных систем городов. Следующий сценарий. Ну, во-первых, хочется немножко остановиться на комитетном аппарате. Когда мы говорим о транспортных системах городов, мы должны понимать, что это подвиг территориальных транспортных систем. Территориальная транспортная система – это совокупность объектов, субъектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, которые функционируют в территориально ограниченном социально-экономическом пространстве и имеющей какой-то единый орган управления. Это такое определение, которое нашим институтом было выработано. Следующий сценарий, пожалуйста. И мы, соответственно, когда пытаемся решать задачи развития этих транспортных систем, в первую очередь мы определяем такие задачи. Это обеспечение взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры, согласованного распределения ресурсов, направляемых на развитие территориальной транспортной системы, и, что обязательно хочется отметить, что все эти усилия должны предлагаться в целях реализации стратегии развития города городской системы. Следующий сценарий, пожалуйста. На каких уровнях территориально-транспортного планирования мы решаем эти задачи развития транспортных систем городов? Во-первых, при разработке документов планирования это на уровне городских округов, поселений, поселенных пунктов, когда мы рассматриваем территориальную транспортную систему в целом, и при подготовке проектной документации эти задачи решаются на уровне планировочных районов, на уровне транспортных сетей и отдельных объектов. Следующий сценарий. Какие документы транспортного планирования разрабатываются при решении задач развития транспортных систем? Это, когда мы говорим о системе целиком, генеральные планы, комплексные транспортные схемы, программы строительства объектов и другие документы. На отдельные объекты это при обосновании инвестиций в строительство и отдельной группой идет проектная документация на магистрали, на транспортные сети, на планировочные районы и на отдельные районы, когда у нас разрабатываются проекты планировки, проекты организации дорожного движения и проекты строительства. Вот такой комплекс документации, в которой решаются наши задачи развития транспортных систем городов. Следующий сценарий. Теперь немного о модели. То, что Михаил Дубарьевич уже говорил, что моделирование и модель является, конечно, инструментом, инструментом, с которым мы подходим к решению задач развития транспортных систем городов. И когда мы создаем модель, мы должны понимать, как правильно сказал Михаил Дубарьевич, какие именно свойства и характеристики транспортной системы города мы хотим увидеть в этой модели, что мы хотим отразить в ней, и на что именно мы можем повлиять при моделировании. Следующий сценарий. Ну, модели территориально-транспортного планирования, Михаил Дубарьевич уже коснулся их, экономико-финансовые, организационно-управнические. Архитектурно-планировочные модели не ебочка остановлюсь, они передают информацию о желаемом развитии пространства. И в этой группе архитектурно-планировочных моделей можно выделить подгруппу графоаналитических моделей, которые направляются на передачу инженерно-технической информации в объекте. И в них присутствует графический образ объекта и их количественные и качественные характеристики. Следующая группа моделей территориально-транспортного планирования, математические модели, которые определяют как система уравнений, концепции. И в них выделяется подгруппа энтропийных моделей, которые можно рассматривать как одну из категорий стахастических моделей, в основе алгоритмов, в которых лежит принцип достижения равновесия в исследуемой системе. И вот на стыке именно комбинации энтропийного и графоаналитического подхода лежат модели формирования и распределения потоков транспортной сети, которую мы используем в нашей проектной деятельности. сам процесс моделирования потоков можно разделить, в принципе, на два этапа. Первое – это построение модели, которая оптимально придвижена к современному состоянию, как называется, моделирование современной ситуации. И следующее – это отражение в модели проектных решений, которые мы можем порекомендовать и которые потом покажут нам, как они влияют на работу транспортной системы в будущем. И здесь необходим подход, который позволяет учитывать неопределенность в данных оптимизационных моделях. Здесь неопределенность при формировании опорной модели проявляется в недостаточной полноте сведений о параметрах уличной дорожной сети, о недостаточных сведениях о социально-экономических условиях в городе. Мы точно не знаем, как распределяются места приложения труда в городе, насколько правильно мы можем судить. Мы точно иногда не знаем количество жителей, реально проживающих на территории города в твой или ином районе. У нас достаточно большие погрешности могут быть при сборе исходных данных. И, соответственно, мы также не должны забывать о том, что при сборе информации о потоках также есть погрешность при замерах, погрешность, которую мы иногда не можем учитывать. И вот для компенсации нежелательного эффекта от воздействия неопределенности здесь можно применить именно сценарный подход к процессу моделирования. И в процессе построения этой отворной модели нужно подойти с особым вниманием к тем параметрам модели, которые могут быть неточными. То есть, которые я назвала, в том числе и, например, соотношение между использованием индивидуального и общественного транспорта. она тоже может меняться в зависимости от времени года, от периода замеров, как именно будний день или рабочий, или выходной день и так далее. Какой размер маятниковой миграции между городом и пригородом, мы тоже зачастую точно этих данных не знаем. И вот делая поправку на неточность этих параметров, можно сформировать несколько сценариев по подводной модели. И выбор оптимального сценария, наиболее соответствующий нашим задачам, он производится в процессе сравнения уже результатов моделирования. И точно так же при помощи сценарного подхода можно выработать, можно сценарийный подход применять при выработке проектных приложений. И здесь также выделяются три направления разработки сценариев. Это варианты территориального развития города, варианты развития транспортной системы и варианты развития системы организации движения. И в процессе изучения отбираются наиболее масштабные изменения, например, на достаточно крупных элементах сети или на достаточно крупных территориях. Например, это снижение или увеличение количества мест приложения труда в городском центре. Или, например, увеличение населения и отток населения из города в пригороды, так называемая суборбанизация. Или комплексное развитие неосвоенных ранее территорий. И анализ модельных расчетов по подобным сценариям позволяет выявить наиболее слабые места в транспортной системе. Следующий слайд, пожалуйста. Так, например, при разработке комплексной транспортной схемы Перми нами были сформированы два сценария. Как мы назвали, сценарий генерального плана и сценарий комплексной транспортной схемы. Именно это сценарий перспективного территориального развития города и зоны его влияния. Здесь можно выделить такие три крупных блока. повышение, либо усиление, значит, местоприложения в труда городской, в городе или в пригороде, как у нас размещается население. Как у нас распределяются рабочие места по территории города, то ли они в центральном планировочном районе находятся и, следовательно, у нас усиливается нагрузка на транспортную систему именно по связи с центральным планировочным районом. Либо централизация рабочих мест, соответственно, у нас это напряжение не занимается. И также является достаточно большим препятствием река и, соответственно, с левобережной на правобережную часть будет ли развитие правобережной части Перми. И если это случится, то, соответственно, выявляется предельный спрос на мостовые переходы через реку Каму. Следующий. Это графическое представление данных сценариев. Мы видим изменения расселения в агломерации Перми и размещение мест приложения труда и учебы в пермской агломерации. И по основным структурным единицам мы видим, что вот это вот изменения, они в первую очередь влияют на въезды в город, на въезды в центральный планировочный район и на мосты через реку Каму. Следующий след, пожалуйста. И, соответственно, уже здесь представлены расчетные объемы движения, которые мы произвели по этим сценариям. Причем это был расчет потоков на общественном, на государственном транспорте. Здесь были представлены как один, так и другой. Они выполнялись с помощью математической модели, разработанной Эмиран и экономико-математическим институтом российской академии наук петербургского филиала и петербургским небеградом. И здесь вот потоки на ключевых участках сети, это как раз въезд в центральный планировочный район представленный, это индивидуальный транспорт. И здесь показывается, здесь вот это сравнение, и следующий слайд тоже будет здесь вот общественного транспорта. Они показывают, что во всех критических точках уличной дорожной сети здесь перспективные нагрузки, принятые сценарием ГТС, они превышают перспективные нагрузки, принятые по сценарию генерального плана. Что, соответственно, даёт максимальную нагрузку на эти критические сечения, и мы можем выработать какие-то уже инженерные решения с тем самым, так скажем, коэффициентом запаса, который может возникнуть при вот таком сценарии развития территориального. Следующий слайд, пожалуйста. Это сводная таблица результата просчёта. Это интегрированные показатели только, по которым мы можем посмотреть, как разные сценарии относительно опорной модели влияют на ситуацию в городе. Это всё средние затраты времени, транспортная работа, будильная нагрузка. Следующий слайд, пожалуйста. Также вот одним из примеров, но теперь уже не сценариев территориального развития, а сценариев развития транспортной сети, это были при разработке комплексной транспортной схемы. Это была комплексная транспортная схема города Тюмени. Здесь какие были задачи развития, которые мы проверяли именно с помощью сценарного подхода. То есть, конечно, опять же, связи с центральным тренировочным районом, переходы через реку, переходы через железную дорогу и развитие территорий ранее не освоенных. Вот они оранжевым цветом показаны. Следующий слайд. Здесь показано развитие уличной дорожной сети по генеральному плану. Следующий слайд. Здесь то развитие, которое предлагалось при разработке комплексной транспортной схемы. Следующий слайд. И здесь с помощью моделирования на транспортной сети были обоснованы предлагаемые мероприятия по развитию уличной дорожной сети. Здесь видны перегрузки на мостах, путепроводах, на внешних направлениях. И те мероприятия, которые мы хотели ввести и проверить их на модели. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь мы видим, что, например, по одному из сценариев было разработано около 13 перспективных сценариев, в которых мы прорабатывали разные решения транспортной сети. Здесь мы видим, что, например, мосты через реку, по сценарию первому, например, они были очень сильно загружены. При расширении мостов и каких-то решений по подходам эти вопросы снимались, нагрузка снималась. И точно так же по внешним направлениям здесь идут в основном решения по расширению сети. Я сейчас заканчиваю. Следующий слайд. И здесь было также предложено развитие сети скоростного трамвая, которые тоже мы проверяем на модели. Следующий слайд. Это визуальное, так скажем, представление о том, какие потоки будут на въездах цель, через проводах, на мостовых переходах. Следующий слайд. Следующий слайд. И это сводная таблица результатов расчета. Следующий слайд. Найти наиболее оптимальный вариант решения и помогает как в проектной деятельности, так и потом в оперативной деятельности по проектированию и эксплуатации транспортных систем городов. Расскажу. Спасибо, Елена Юрьевна. И все-таки, я бы чуть-чуть вернул сюда, не столько оптимизация, сколько поиск вероятных решений, вероятных набрудок. Я смотрю на эти картины. Что если будет не по генеральному плану развиваться город, а по рыночным законам? Что тогда будет? Что будет, если мы предполагаем, что у нас в Петербурге миллион сто тысяч рабочих в мире в центре города. Но мы не знаем этого. И как будет развиваться это в миллион? Мы тоже не знаем. Но вряд ли у нас станет сто тысяч, вряд ли у нас станет три миллиона. В плюс-минус десять процентов мы знаем, что вот такая. Про Москву. Все, когда произносит число чистость населения в Москве, все так скобочки ставят. Ну, 12 миллионов, а может быть 17. Так вот в этих условиях неизвестности, да, вот как я понял изначально, значит, вот в этих неизвестных условиях мы можем почитать Москву на 12 миллионов, он на 17, он на 20. Посмотреть, и если ничего не происходит, а у нас такие варианты бывают, да, ну, не про Москву, а другие говорят, а транспорт на стену никак не реагирует. Значит, в каком-то смысле? Да, значит, это устойчивое решение. То есть слово устойчивое, мне кажется, даже важнее в этом рассказе. Устойчивое решение. Правильно? Ну, да. Да, неправильно. Спасибо. Вопрос, а, еще не закончилось? Вопрос, а, закончилось. Я представляю компанию «Обармайн», мы занимаемся имитационным моделированием, в частности я представляю школу «Форд». Системную динамику. Вот то, что вы рассказали, отсутствует системная модель, понимаете, вот система как закрытое нечто, взаимосвязь между факторами, структура, потому что система, ее можно описать как взаимосвязь между факторами, которые выполняют определенную функцию. То есть факторы взаимосвязаны друг с другом, и это порождает определенный образец поведения, который возникает из системы самой. Поэтому часто бывает так, что мы пытаемся влиять на какие-то вещи, но системы ведут себя контринтуитивно, вопреки нашим ожиданиям. И проблемы в системах, которые, кажется, мы тоже можем решить извне, порождаются самими системами. Вот чем хорошо, например, моделирование системно-динамическое, что оно позволяет моделировать контур-обратной связи. Это единственная методика, которая позволяет это делать. Тут как раз контур-обратной связи, которая... Прошу прощения, я думаю, что там будет выступление, пока вопрос будет. А вот у меня вопрос, с вопросом работаете вы с такими системными вещами? Мы работаем все-таки в прикладном плане, именно для развития гражданской системы городов. И для... к сожалению, у нас нет достаточных, так скажем, достаточного времени для того, чтобы применять динамические вот именно модели, о которых вы говорите. Потому что решения, модели, они являются нам инструментом для принятия решений. А эти решения проектные, которые мы... Они же должны быть еще мало того, что поняты, разработаны, обоснованы, просчитаны. Это очень много времени занимает. И если мы будем внедрять еще достаточно сложный процесс моделирования, а не достаточно быстрый и простой, то он приведет просто к затягиванию. Системный динамик очень простой на этом моделировании. Окей, давайте очень-очень хорошие вопросы и про обратные связи, про систему. Мы все это понимаем, да, вот сидящие, я думаю, что... Как применить это дело? Откуда это взять? То есть вот сейчас вот наша наука, почему мы и собрались... Давайте это возрождать, втягивать, искать средства для улучшения. Вот, желал, вопрос есть? Нет, вопрос. Нет, вопрос. А, да, ну да. Расскажите, пожалуйста, в Вашем высказывании было некоторое предостережение относительно наших знаний. Нам неизвестно, где, в какой количестве знаний и так далее. Но, для того, что у меня уже было сказано, модель не должна быть адекватна в жизни. У Вас есть расхождение с... Я не предстаю, что я предстаю. Нет, никаких расхождений нет абсолютно. Я говорила о незнаниях наших именно тех характеристик, которые определяющие для нашей модели. То есть размещение местоприложения вуза на территории, это именно определяющие для моделей транспортного каркаса территории, потому что мы должны понимать, когда возникают максимальные нагрузки. То есть именно Михаил Запоминевич говорил о том, что не надо полностью повторять объект, потому что это будет дубль объекта. Но какие-то основные характеристики объекта мы должны отражать в этой модели. Так вот, характеристики уличной дорожной сети, подмоги, это основные. Да, я думаю, на стороне, что есть транспортные, подмоги, это необходимо, необходимо точно сказать. Нет, никаких расхождений нет. Точность, она тоже зависит от задачи, которую мы решаем. То есть на уровне разработки комплексной транспортной схемы плюс-минус 100 человек, которые едут по определенному участку улицы, они незначительные. При разработке уже узла определенного, разного уровня, это уже телевизион. Ну, они у нас замечательные есть статья у Ваксмана, в сборнике, у которой мы рассматриваем разные применения разных аппаратов для разработки. Для ваших отношений? Наши отношения. Ваши практики. Ваши практики мы применяем витиви для разных призназначений. Да, то есть у нас, когда есть задачи более конкретные, именно разработки узла, движения в узле или движения на каком-то участке сети, изделено, да, то мы используем ПТВ, мы используем также ПТВ, когда мы разрабатываем проекты, планировки в каких-то территориях. Но для города в целом, если тем более это город большой, мы считаем, что это не очень подходит к атмосферу. Мягко говоря. Слишком большая точность у него, требуемая точность. У меня четыре вопроса. Четыре. Первый. Вы учитывали население дневное? Какое население вы учитывали? Дневное или ночное? Мы учитываем как дневное население, потому что мы... Дневное? И ночное тоже, и ночное тоже. Разное. Мы всякие населения учитываем. Нет, прописано это одно в Москве. Вот говорят в Москве 12-17. Ночное 12-18. Вы 24, может быть, все четыре задачи пара учитывали? 24. Как учитывали президентную мобильность? А вот так, хорошо. В нем дискуссии, не успеем ничего. Третье. Соотношение пропорций индивидуального, там, протеемасового. Именно пропорция, не что будет. Пропорция. И последнее. Учитывая тенденция для этого города. Центробежное или центростремительное развитие территории. Спасибо большое. Спасибо. Мы всегда рассматриваем тенденции развития территории с той точки зрения, как они влияют на транспортную систему. То есть мы рассматриваем несколько всегда сценариев, как центростремительное, так и центробежное. И уже смотрим тогда, какие у нас должны быть решения инженерные. Ну, чего же я с аналиста, если ты договоришься? Нет, ну... Это принципиально разные. Я понимаю, что они принципиально разные. Естественно, мы проводим как экономические и социальные исследования, так и основываемся на документах территориального развития, которые никто не отменял, в том числе и генеральный план, который нам задает именно какие-то цели центростремительные, это центробежные. Но рассмотреть несколько вариантов нам никто не мешает. По поводу соотложения индивидуального общественного транспорта, мы понимаем, что оно может быть различным в разные периоды времени. Какое вы принимаете свои границы? Какое вы принимаете свои границы? Мы принимаем утренние массовые передвижения. Какой процент? Учебным, рабочим. Какой процент? Ну, это зависит от... Это зависит от уровня, потому что мы разные города рассматриваем. То есть это может быть и 70 на 30, и 80 на 20, и 50 на 50. То есть здесь вообще нет, это произвол полный. А что это? Ну, любая цифра берем. Нам обязательно нужно выслушать на сцену. Это задается соотношение, ибо эта сеть решается. Во всем мире идеально так. Спасибо. Но у вас очень дискуссионный. Да, да, да. Давайте отпишаться все. Да, да, да. Я, по-моему, прощение, я написал, я собрал, ну, примерно, поставил транспортные доклады, но мы вместе, потому что, может, это было неправильно. Потому что сейчас мы, так сказать, сойдемся в битве за то, какая утренепатока, еще больше вечернего, она будет в комеду. Поэтому давайте мы сейчас пойдем дальше, да, потом уже в конце, ну, говорим, будет много, ну, пока мне уже сколько будет, да, поэтому, а сейчас, пожалуйста, по-моему. Нет, ну, вопрос мы ищем. Вопрос влажный, Юрий, ну, просто... Нет, не ответить еще, но вопрос. Ну, мы успеваем, как-то. Тогда еще... В дискуссии, там будет по-моему, и вообще рассказывать про это. Я думаю, что Людмила Юрьевна может на нас подвечиться еще потом. А вот здесь, на самом деле, Юрий Петклевич, позицию, вот, очень интересная. Мы, как мы расчетчики, мы ничего не можем требовать от города. Мы можем учитывать, можем брать в расчет, что рынок поведет себя так, а может повести совершенно по-другому. От нас это никак не зависит. Это зависит от лиц, принимающих решения, там, ситуации в стране, ситуации в мире. И вот специалист Форекс, да, вот, в Токио, вот, это учет рынок. Мы должны уметь работать с этими изменяющимися ситуациями. И 50 на 50, и 30 на 70. Вот о чем мы хотели рассказать в этом выступлении. Продолжим дискуссию с удовольствием. Здравствуйте, пожалуйста, я должен быть древний научный сотрудник, ведущий научный Семей Грады, я транский сотрудник. Здесь несколько раз выступал, следяем. Здесь даже участвовал на заседании ученого совета, когда была защита Александра Павловича Рома, нашего интереснейшего архитектора, доктора архитектуры, автора интереснейшей модели оптимизации землепользованной водой. К сожалению, мы сейчас не знаем. Итак, тема, которую я хотел бы вам доложить, она связана с, может быть, с нетривиальным применением транспортных моделей. Как правило, нам разрешается иногда, или разрешалось ранее, делать транспортные обоснования. Сегодня по Гридстроевному кодексу этого не надо делать. Это не входит в утверждаемую и обсуждаемую часть проекта генерального плана. Но у транспортных моделей есть еще одна очень интересная возможность. Это диагностическая. Перед тем, как нарисовать, а рисовать быстрее, чем рассчитывать, перед тем, как нарисовать генеральный план всего уличной сети с предположительным размещением различных функциональных зон, а следовательно, емкости объектов отправления и прибытия разного рода. До этого рисунка необходимо, честно говоря, выяснить, а чем страдает город? Ведь город – это не застывшая музыка. Это не архитектуры. Это постоянно развивающийся объект. У города, казалось бы, есть расчетный срок генерального плана. И на эту дату по всем параметрам разрешается ввести проектирование. Но у города нужно и дальше. Вот, например, какой расчетный уровень автомобилизации должен быть в перспективе. по генеральному плану на 20, допустим, лет вперед, предельно точно и со спорами выдвигается какая-то цифра. Давайте мы посмотрим в Москве. В Москве было где-то в пятом году или в седьмом году, в 2000, было где-то 330 машин на тысячу жителей, и это официально зарегистрировано в Москве. То есть очень удобно зарегистрироваться в области. Намного удобнее. Поэтому точного уровня авторизации неизвестно. Но что такое 330 на тысячу? Примерно, наверное, по-другому. Но у нас две трети семей в Москве не имеют автомобили. Понимаете, вот эта цифра означает, что, видимо, все-таки рост будет и за пределы расчетного срока генерального плана. Я должен сказать, что здесь есть расхождение между нашей практикой проектируем и той, которая принята за рубежом в разных вариантах. Мне известны два варианта европейского Союза урбанистов. Мастер-плат. И вот одна из первых задач разработки мастер-плана это формулировка вопросника к городу. Приезжают эксперты, еще не рабочие команды, и они ставят диагноз. А в чем проблема в этом городе? Над чем мы должны работать? Подскажите, пожалуйста, что вот в тех мастер-планах, которые были нам продемонстрированы в Пельме и там, в других городах, это было? Или была демонстрация искусства, мастерства? Хвастливая демонстрация? Скорее всего, так. Мне известно, вот глубоко известно, то, что было на Целоне в проекте столицы Коломба. Там присутствовал господин Юрий Петрович, он и сейчас нашел, и туда не попал. Из ревности его туда не пустили. Вот. Там присутствовал Иржи Груза, замечательный академик из Праги. У нас не сложились отношения. Потому что я всего лишь 13. А он мне сказал, ты же транспортник. Транспорт-пленер, именно он является автором генерального плана, то есть мастер-плана. Компоновщик города через сети. А он и архитектор. И это вот как раз было у него. Претензий ко мне было очень много. Но вот произошла такая вещь. Было предложено отказаться от густой уличной сети центральной части города. А он прямой уличной была. И малоэтажная. Отказаться от этой сети. Считайте внутри портельного проезда на стол. Ну и магистрали. Это должны быть лоуэлэнды, вот эти враги, которые ведут через все тело города в направлении моря. Это было неожиданное предложение для меня. И прямым богом английском спорить было очень трудно. Но только единственное удалось вот какими аргументами отбиться от биржегруза. Во-первых, вовремя тропического ливня все эти лоуэлэнды превращаются в реки. Значит, основная транспортная сеть будет выходить из обслуживания. Об этом надо помнить. Второе. Рабочий масштаб карты в проекте 1 к 38 тысячам. Это перевод на метрическую систему. Там в дюймах и в липях. И когда я перерисовал в привычном для европейцев масштабе 1 к 25 тысячам, только тогда я поняла, что густота сети несоразмерна. Понимаете, вот это вы говорили о знаках. Вот, пожалуйста. Вот это тоже знаковая система. Как мы это видим? К сожалению, рисовальная часть изложения градостроительного материала слишком привычна для нашей школы. Скажу вам, здесь, в этом институте я увидел студентов в Трезвенской школе, в которой подмена была. И это замечательная школа. Дрезвенская школа вообще замечательная школа планировщиков, психиатров. Они в основном-то думали о том, как человеку жить в городе. И так... Конечно, я для того и пришел. И выбирая предпочтение между планом и мастер-планом, я скажу, что при наличии общих частей все же есть некоторая особенность. Необходимо определить объект функционирования. Это не город. Города только, пожалуй, не север является городом изолированным. Все остальные являются элементами какой-нибудь ни было акклумерации. Даже если она юридически не сложилась. Но взаимодействие очень сильное. Есть технический прием внутри наших маркрасных моделей. Если по логике в центре города ожидаются маленькие затраты времени на, допустим, трудовые передвижения, или какие бы то ни было, то в периферии они растут, но так и в каждом городе. Значит, где-то должен наступать водораздел. Вот это максимальная затрата времени, которая здесь показана синенькими треугольничками. Что это такое? Это затраты времени, которые достигают среди затраты времени, которые достигают максимум. Потому, что в этом месте половина тяготеет к городу-центру, половину к внешним зернам, к другим городам. И, что интересно, именно здесь, вот в этих границах, формируется примерно 90% транспортной загрузки городского пространства. Можно делать более длинным путем и искать решение этой задачи, путем постепенного расширения границ города учить твоего, и получиваться. Но на 90% мы уже обеспечиваем. Это вот один из приемов определения зоны влияния города. Этот анализ был произведен по отношению к Москве. Это была совершенно неоплаченная работа энтузиастов из Института системного анализа, который использовал не энтропийные модели, а гравитационные гравитационные модели. В 1967 году Дуэлсом опубликовал свой труд, и он предостерегал использовать энтропийный модель для прогноза, для расшифрования существующего состояния, для понятия города, да, но не для прогноза, потому что прогнозировать на будущее затрату времени рискованно. Вот здесь вот это различается затрату времени на прибытие трудовое, и отправление из места труда домой. Вот, они различаются по зонам, но что видно, в пределах, вот тут, по центру, где-то такое, Москва, в пределах Мукад, которая еще была, вот, и дальше большая ретонка, которая 50 километров. Вот, где-то такого же на границе этой зоны, я эту зону предсказал, Шаршевский переначал, замечательный транспортный специалист в СССР. Вот, здесь уже появляются светлые зоны, где затраты времени становятся новым маленьким. Почему? А здесь они, как бы, оторвались от Москвы для собственной системы растения. И вот одна из главных диагностических вещей. В центре города 38% местного данных. Это данные пенсионного фонда. Институт генерального плана не знал этих данных. И не должен был знать, не полагался на упор в городской области. Миллион с четвертью жителей области работают в Москве, в осиннике показано тяготеем далеко к городу. И вот именно вот это, чрезвычайная концентрация офисов в центре, я не знал, как это происходило. Это происходило с нарушениями по парковке. Все объекты, перевозимые из жилого фонда в офисы, они обременялись. Я чувствовал только с этих оприменений. Эти оприменения волшебно исчезали после заключения контракта. Итак, незаконная парковка это то, что сейчас является болью города. Ввели плату хорошо, кто-то заработает, в ЛПП поведенную нарушит еще более. Но, тем не менее, это не есть решение. Главное, было бы исключительно, лучше было бы, если бы вместо этих офисов, центр города, был бы заполнен частными гостиницами. У них меньше парковок. Дальше, пожалуйста. Вот странный результат диагностический, опять же, испытывались хорды. Вот, юго-западные, северо-западные хорды. Вот, что интересно, конечно, хорды на себя после повышения скорости берут поток, пропускают через тело города транзит, а хорошо ли это? Я не знаю, разобраться. Чуть-чуть разгружают мкад, но, что самое главное, видите, красный в центре, при этом не разгрузка происходит, а при этом происходит перераспределение потоков, и в некоторых местах возникает рост потоков, непредусмотренный. А у нас в технологии проектирования есть понятие квартал, спорное, но есть понятие линейный объект, и когда проектируется линейный объект улицы, например, проспект, то совершенно не дозволяется анализировать ситуацию за пределами линейного улика. А транспорт показывает этот земледелец. Более, этот транспорт вообще не знает границ. и вот что будет если мы не будем учитывать земледельство в городе Москва и область Николай Алексеевич имеют разные проекты и организации. Это печально, что мы не работаем вместе. Это печально. Пытаюсь. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? У нас вопросы. Вопросы? Вопросы? Я не понимаю, что вы мне кажется, что вы не по модели сейчас скажу, мне это все очень интересно, но мне кажется, что вы какие-то не могли взять и сейчас окажется, что вы как теоретически нормативу в нашей жизни, роль норматива в нашей жизни. Честно говоря, никто не жду. Так же, как вы исследовали это была возможность, в принципе, и не веди плана, но это тоже мог бы делать, если хотели. Нет, расходность не позволяет. Это расходование бюджетных средств. С точки зрения финансовой, да, это я согласен. Но это не хотели расходность, это бюджетные, не знаю, с этим связано. То, что любое положение, таким образом, в этом смысле, все что угодно, и все, что касается не конкретно города, а, допустим, страны, да, только в муниципалитете получается, что муниципалитет у нас не может думать шире, чем сам муниципалитет в этом проблеме. Ведь это не проблема как кодекса, это проблема, скорее всего, политической системы, в себе, в честь. А кто его писал? Потому что сам кодекс это не запрещает. Кодекс прямо прописывает, что субъекты могут делать совместные планы. Это не такая проблема, как кодекс. Я не то, что защитник, я просто хочу сказать, что реально, мы специальным вопросом занимались, занимались. Вот так посидели, ну, как быть, несложно, почему-то читать. Пожалуйста, садитесь вместе, вот один субъект, вот другой, вот одно посреди, вот другой. Обсуждайте и решайте. Это, в принципе, во всем мире только так же происходит. Ну, так, есть один человек, а другой, да, они не пообщаются, они не пообщаются. Вот, другое дело, что вы правы, что у нас финансируемые проблемы, да, всегда можно человеку потом фактически подойти в тюрьму, скажу, что он потратил деньги на исследовании Московской области, и фильм получил взятку от Московской области, вот так, да, они придумывают это потом. Да, вот это действительно очень большая проблема, я думаю, вы так сами себе прошу. Извините, пожалуйста, вот здесь вопросы, Владимир, вы не представитесь еще раз, а то вы не заявлены в программе. Нет, как не заявлены, вот Александр Иванович Стрельников. Да? Да, мне бы рад. Потому что был, вы называете, все клавиши, вы не можете поменялись сейчас, там уже, да, все понятно, все, все, встал на свои места, спасибо. Я могу присутствовать лучше? Мы рады, нам понравилось выступление. Очень. Хорошо, давайте, как раз переходим туда дальше. Я попрошу Олега Вячеславовича Васильева сейчас позагрузить. Да, как раз, который сейчас нам, да, из белых рук расскажет, по-другому, да, по-другому, да, по-другому, да, по-другому. Друзья, как показывает опыт нашей работы, транспортная модель это живой организм, который может жить, но и может умеет, как правильно заметил начальник Николай Алексеевич. Живой организм, который существует вместе с городом и должен опережать расчет его развития для пламирования и управления этим процессом. Как это происходило раньше и как происходит сейчас? Вначале немного истории. Пожалуйста, следующий кадр. 1954-1958 годы. Институт генерального плана Москвы разработал комплекс на 30-30 и ответ вперед. Через 6 лет после этой ручной работы совместно с институтом автомобильного транспорта был выполнен первый расчет корреспонденции и пассажир потоков на ИВМ продолжительностью 4 месяца. Вы видите, как пример, дальше, в следующем кадре, расчетный закон транспортной доступности, как в Москве, так и по пригородной зоне. В общем-то, это образ Московского региона. Это образ 46-47 лет назад. Следующий кадр. Эффект был впечатляющим. Началась повсеместная работа по созданию моделей скоростного уличного транспорта, уличной дорогой сети, грузового транспорта, включение расчетов во все группы работы института, в том числе подготовка в Калинии-Метрополитене, в следующий кадр, за год перед этим, в 1979 году, год эксплуатации участка Каринской линии-Метрополитены в следующий кадр, подтвердил первые пассажиры потоки, расчетные на время, совершенствование которых сделал возможным многовариантные моделирования и увеличить количество расчетных районов со 120 до 150, а к 90-м годам до 660, и определять показатели времени, дальности, поездки и распределения по видам транспорта. В 1984 году совместно с Институтом системного анализа Академии наук, выполнено моделирование в составе комплексной схемы развития транспорта Москвы до 2000-2010 года и 15 лет вперед. Подобные работы повторилось через 10 лет, в следующих, в 1994 году. Через год после, в 1995 году, совместно с Наститутом системного анализа, началась работа по созданию единой транспортной модели Москвы на основе информационной системы территориального кадра. Через 3 года после этого, в конце 90-х годов, после преодоления, отчасти преодоления этих кризисов, реализован пакет программы ГЕИ у компании МРО, в следующий кадр, с которой уже 15 лет действует договор о технической поддержке. С этого времени в институте идет очередь новой главы моделирования, когда удобно для пользователя программы спорвать все работы транспортной мастерской. К настоящее время, в этом году, на более 600 работ различных сложностей, используются данные массовых обследований транспортных и пассажирских потоков. В разных районах города и области сотрудники мастерской регулярно проводят локальные исследования транспортных и пассажирских потоков. Проверяем данные с автоматических счетчиков СОВД, используем функционные показатели МОСБОРТРАНС, МОСРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСКО МОСБОРТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНСАВТРАНС Продолжение следует... 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 Вот почему эти материалы или рассуждения, они совершенно оседают на уровне, не знаю, департаментов, там, отделов, когда они выходят на уровень докладов или на более высокий уровень? Да, вопрос логичный. Если организовывается ориентирование слушаний, как сейчас, по проектам планировок, то мы выступали там, мы каждую неделю в нескольких брабах и в отведенных местах, мы с каждой недели, сейчас, с осени, сотрудники выступают по каким-то отдельным проектам, в составе которых они могут рассказывать о моделировании, могут и оставлять это заход. В принципе, как я сказал, расчеты уже 15 лет сопровождают каждую группу мастерской транспортной дороги, но это наша инициатива, в первую очередь, для того, чтобы сопровождать проекты и расчеты. Когда речь идет о масштабах города, развязках и магистралиях, то тогда к расчетам без мафии и разные организации, как дружественные в области, так и... То есть, тоже, тоже, я чувствую, инициативу и энтузиазм, да, вот на этом держится, да, вы подсказали? Ну, когда речь идет о разных объектах, то тогда мы встречаемся с коллегами, и идут разговоры, и обсуждения, и политические замечания. Хорошо, спасибо большое. Одна вопрос. А какие-то крупные научные работы для последних может быть в этом плане? Для последних главных. К сожалению, речь идет о проведении обсеков. Сосредственность на стороне потопов, как выезжает население из районов, и все желаемые работы, которые я очень хотел бы участвовать. Спасибо большое. Юрий Петрович, один краткий вопрос. Да, один вопрос. Ну, давайте. Только вот, может быть, не сразу даже ответим, а оставим на общее обсуждение, потому что мне кажется, что здесь вот внутри московские будут... Нет, было показано много схем, но ведь сейчас добавили к Москве 150 гектаров. Интересно, как схема намечена и решение, хотя бы из принципа. А показывал кусочек прилегающий к Москве. То есть, так конкретно, предложений нет. Все это в стадии... Работа нет. Так скажите, нет и не будет. Все понятно. Хорошо. Позвольте, мы даем предложения эти, они сейчас только что завершена работа по схеме развития теории Новомосковского и Новосибирского круга. Там есть нажимы вложений, которые они сделали в ваших специалистах. В том числе, на своем удалении. Там есть несколько сценариев по размещению ужасного количества, числа населения, рабочих мест, когда, например, программа просто не работает, модель, она не рассчитывает какие-то развитые потоки. Сейчас были рассмотрены в сценарии 300-300 тысяч, рабочих мест, 800-800 тысяч, полтора миллионов. Спасибо большое. Ну, вот четкий, конкретный ответ технический инженер. Дальше можно обсуждать. Для меня очень убедительно, что идет работа такая. Спасибо. Спасибо, Воскресенье. Спасибо, Воскресенье. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за возможность выступить на вашем семинаре. В общем-то, я вам, пожалуй, начну с основных положений, которые мы используем для прогнозирования интенсивности движения, для разработки транспортных программ. Вот вы видите вот эту вот вывеску программы, про прогнозирование интенсивности движения. Значит, он, начну, у меня вообще-то называется фактор, подлежащий учету при прогнозировании транспортных потоков. Вот именно исходя из этих факторов, в общем-то и родилась эта модель. Мы в свое время, как я уже говорил, работал в Союз Дурни, был заведующим разработанной лабораторией различной сети автомобильной дороги, и мы совместно с Союз Дурпроектом разрабатывали инструкцию по прогнозированию, инструкцию по прогнозированию экономических разысканий для проектирования автомобильной дороги. Эта инструкция была предназначена для того, чтобы определять интенсивность движений, перспективные интенсивность движений на автомобильных дорогах, и обосновывать к этому. То есть это была инструкция для защиты проектных предложений в Госплане Союза. Ну, когда мы разработали эту инструкцию, значит, надо было её согласовывать с Госпланом Союз и с Госстроем. Но в Госплане мы эту инструкцию достаточно быстро согласовали, А когда пришли на согласование по складу, то они говорят, извините, вы свою методику строите на сборе исходных данных об объемах грузовых и пассажирских перевозок. Такой статистики по этим данным не ведется. И вы получаете на существующее положение, по существующему факту, всего лишь порядка 30% данных, не более. А вы еще пытаетесь прогнозировать эти показатели на перспективу. Извините, мы не можем подписать такого документа, мы не можем его согласовать. И поэтому мы в этом методике отменили. После этого, работая в СССР, в то время, сами понимаете, еще была научная деятельность, мы решили заняться именно разработкой новой методики. В результате буквально двух лет работы по этому вопросу мы приняли за основу методику типа гравитационной. Но, заложив несколько ограничений, в частности, мы использовали не чисто расстояние между населенными пунктами, а использовали между точками отправления назначения, а использовали приведенное расстояние. То есть расстояние с учетом скорости. То есть мы использовали не расстояние, а время сообщения между населенными пунктами. И вот таким образом мы построили гравитационную модель. Но, естественно, мы там заложили некоторые зависимости. После этого у нас в 2002 году мы все-таки добились и с сотрудниками Росавтодора была разработана инструкция по прогнозированию интенсивности движения. Она утвердена Росавтодором для опытного применения. И разработан программный комплекс для решения того, что методика построена на анализе связи между всеми парами населенных пунктов. Ну, одно, когда мы уже разработали, еще ДОСовская версия была программа, мы в течение двух недель по заданию, как было основной разработчик гипердурни, мы сделали прогноз интенсивности движения по маршруту Париж-Москва-Нью-Йорк. Мы вот в течение двух недель на территории Российской Федерации сделали вот такую вот, мы уже по этому делали такие работы. И мы быстренько сделали учет, собрали населенные пункты, районные центры по этому направлению и сделали прогноз, какая будет ожидается интенсивность движения. После этого у нас было очень много работ, но, к счастью, уже в 91-м году нас опять гипердурни привлек к работе по оценке возможности целесообразной строительства платной автомагистрали на связи Петрозаводская граница Финляндии, где привлекли Эфина, когда Шкина посчитали, у них там получилось 15 тысяч на скоростной автомагистрали, а мы когда посчитали, мы говорим, вы видите, какая здесь скоростная автомагистраль, при вашем уровне автомагистрали здесь максимум наберется 2 900 на перспективе, а какой скоростной автомагистрали. Но почему я об этом говорю? Потому что были представлены данные по интенсивности движения, и у нас очень-то была очень хорошая сходимость по интенсивности движения с фактическими данными. То есть мы сами не собирали, мы просто занесли данные о населенных пунктах и данные о техническом состоянии автомобильных дорог. Значит, что здесь в этой модели используется? У нас используется численность населения населенных пунктов, начертание технического состояния сети автомобильных дорог, уровень автомобилизации населения и показатели парка грузовых автомобилей и автобусов. В результате мы фактически делаем не то, что как обычно принято, а определяют объемы грузовых перевозок для перспективы, и говорят, что для того, чтобы обеспечить такой объем перевозок, нужны такие-то дороги. И при этом в составе технических обоснований говорят, что если мы улучшим дороги, то в результате мы снизим капитальные вложения в автомобильный транспорт. Я все время говорю, извините, вот вы построили такие-то дороги, приведите мне хотя бы один пример, когда у нас были снижены капитальные вложения в развитие автомобильного транспорта. Нет этого, потому что автомобильные дороги являются, извините меня, спрутом. Мы делим вот щупальцами спрута, которые развивают организм, которые дают возможность для развития. Примеров этого я могу привести сколько угодно. В первую очередь, это на протяжении 30 лет развивалась Япония, которая, в общем-то, не имеет сырьевого рынка, своих сырьевых запасов, все за важное. И вот в течение 30 лет они развивались 7. За первые 10 лет они увеличили протяженность сети автомобилей дорог 4 раза. За следующие 10 лет еще 3 раза, то есть за 20 лет 12 раз. За 30 лет они увеличили плотность сети автомобилей дорог 21 раз. И вот на протяжении всех этих лет были темпы роста экономики 12-13%. Когда насытилась эта декорация о том, что насыщение рынка, рынок насытился, сеть автомобильных дорог тоже очень-то уже стабилизировал, и дальше пошел нормальный процесс развития экономики. То есть такого темпа в Сурпунде. Так же самое сейчас происходит в Китае. Везде кризис, а в Китае кризис, извините, только из-за того, что у них уже не покупают, потому что во всем мире кризис, и у них не покупают. А так, если бы у них покупали, а бы они и дальше пропадили, потому что вся промышленность сейчас, извините, всего мира в Китае. Так вот, когда мы разработали эту методику, мы как раз подходили уже не с позиции объемов перевозок заданных, а эта модель как раз подает возможность определять, а сколько будет перевезено грузов, а какая будет подвижность населения в том или ином случае. И вот в частности, мы когда прогнозируем на одной сети или на другой сети, то мы можем сказать, что вот здесь вот у нас выходит на линию 0.95 автомобилей. То есть один автомобиль выходит, он верна и возвращается, а второй нет. Как мы только увеличиваем протяженную плотность сети, мы все те же самые показатели. У нас уже коэффициент выхода, не коэффициент выхода, а коэффициент использования автомобилей 1.25. Это о чем говорит? Это говорит о том, что с увеличением сети автомобильных дорог, с улучшением дорожных условий происходит именно увеличение подвижности. Если мы ничего не будем, все эти слова о том, что надо увеличивать подвижность населения, они висят в воду. И это вот как раз говорит о том, что раньше, извините, старые наши времена, Госплан там все время планировал развитие экономики. Ну вот если взять справочник России, статистический справочник России в цифры за 91 год, то там вообще катастрофические цифры о том, какое количество предприятий было построено и выпущено на проектные мощности. Это говорит о том, что предприятия строились, а транспортные вопросы не решались. И для того, чтобы работало предприятие, нужны автомобили, нужны транспортные средства. А если их нет, если не развиваются теми автомобильных дорог, то транспортные предприятия просто-напросто изменить не может выйти на проектную мощность. И вот мы... Сначала была эта методка уже использована для Российской Федерации. В общем-то мы использовали ее, опять-таки мы провели по Министерству транспорта Российской Федерации, тему построения перспективности и автомобильных дорог Российской Федерации. То есть в этой работе мы определили, какая сеть Российской Федерации должна быть. Но если покопаться на флешке, там можно найти эту схему, но здесь я ее не стал показывать. Это, в общем-то, фактически вот та программа, которая была принята американцами в 50-х годах по развитию своих дорог. И вот реализация, в частности, этой программы, результаты реализации этой программы в Америке за 10 лет с 60-х по 70-х год было построено 2,3 миллиона километров. У нас еще даже миллиона километров нет. А там было построено за 10 лет 2,3 миллиона километров. И после этого, когда они увидят, что построили дорогу и все развивается как на дрожжах, они сказали, о никаких экономических обоснованиях, дороги надо строить. И они, сейчас у них уже плотность, и на протяженном сетях нагрели дорог где-то порядка 6 миллионов километров. У нас миллиона нет. В то время, как у нас площадь гораздо больше. Значит, дальше мы, придя в институт генерального, институт генитикого строительства, мы как раз занялись разработкой, в это время уже институт занимался разработкой, разрабатывали, следовательно, сладко скажите, схему территориального планирования транспортного обслуживания, то есть развитие сети автомобилей дороги. Вот я бы говорил, что о том, что разработан программный комплекс, вот был программный комплекс с графическим интерпретацией. То есть здесь вот вы видите графическую интерпретацию базы данных, используемую для расчета. Но в свое время, когда обделала Российская Федерация, то там в составе Российской Федерации учтены все районные центры, все крупные города более 7 тысяч, ну и, естественно, все областные центры. И все дороги, связывающие эти города и населенные пункты. С этих местными параметами. Вот здесь вот представлены, опять-таки, в неполном виде, сеть основных автомобильных дорог Московской области. Вот эта сеть дорог, которая существует сейчас. Здесь вот каждый цвет, это категория автомобильной дороги. Вот здесь мы видим, что у нас в части вот такие синенькие, это дороги первой категории. Зелененькие, это дороги второй категории. Ну а остальные потоньше, это дороги третьей, четвертой категории. И вот если посмотреть на дорогу Балтии, это дорога, пожалуй, так, их несколько, их всего лишь три дороги, которые дороги А, категории А, это автомобильная дорога Балтия, остальные дороги это в общем-то у нас извините они не соответствуют те потребности которые должны быть и вот и следующий файл пожалуйста вот исходя из прогнозирования на интенсивное движение вот мы определили потребность развития сети автомобильных дорог на территории московской области здесь предусмотрены не только те дороги которые относятся к региональной сети автомобильных дорог но и дороги которые относятся к федеральной сети то есть у нас в общем то основная нагрузка все-таки ложится на федеральную сеть автомобильных дорог основная потребность в транспортном обслуживании нас играет федеральная автомобильных дорог и вот здесь я вам это пока еще не сказал вот основное основное отличие и основная особенность данной модели заключается в том что при прогнозировании не просто оценим рассчитываем а вы учитываем уровень загрузки каждого звена сети автомобильных дорог но в свое время перед тем как вот заняться я занимался теорией транспортных потоков разработал программы разработал математические модели именно зависимость и интенсивность пропускная способность и вот здесь вот заложено в частности 18 типов автомобильных дорог 18 категорий для какой для которых вот именно своя зависимость интенсивная скорость и это расчет заключается в интенсивном подходе значит на первом шаге мы определяем интенсивность движения между всеми парами вот если посмотреть вот здесь вот мы для московской области здесь у нас рассматривается все города крупные города областные центры районные центры центры соседних стран удаленных от москвы на расстоянии 2 500 километров то есть мы учитываем транзитные потоки не только то что у нас москва московская область мы учитываем транзитные потоки здесь вот вы видите и тула и все окружение на расстоянии 2 500 километров то есть то что значимо для перевозок значит на первом шаге мы определяем интенсивность движения сходя из сходя из свободного движения затем полученная интенсивность мы определяем а какая может быть реализована для такого потока при данных технических условиях с учетом всегда форумных объектов с учетом железнодорожных переездов с учетом паромных переправ какая может быть реализована интенсивность идет перерасчет скорости сообщения идет следующий расчет и вот так вот до тех пор пока скорость определенные на предыдущем шаге определенные на данном шаге на всех зрениях сети автомобиль дорог не будет отличаться более чем на 1 километр но если вот для других категории других на территории которые мы считали это обычно читали очень много для очень многих объектов мы считали для ростова для краснодара у нас когда я работал гиперодворение хабаровский филиал вообще построил сеть автомобильных дорог на весь дальневосточный округ это вообще уникальная база данных нет у них потребностям их работа а это уникальная работа для того чтобы говорить о развитии сети автомобильных дорог значит вот эти параметры у нас если мы закладываем на московскую область я как-то запустил без остановки у меня программа считал сорок семь кругов я понял что это очень мицелесообразно и остановил на девятом шаге но что в результате получается вот если мы просчитаем результаты посмотрим 9 шагов потом посмотрим просчитаем 10 шагов и потом просчитаем посмотрим 11 шагов и оказывается что сегодня я поехал и решил поехать сюда смотрю а здесь пробка завтра я поехал другим образом там тоже пробка поздно завтра я поехал третьим образом смотрю и там а люди очень попадают в пробки и они тоже меняют маршрут и вот когда суды идет маршрута в принципе они показываются как распределяются различные шаги и мы видим как будет на какие дороги распределяются наши потоки то есть это вот именно такой извините научный что ли подход это могу сказать что именно в сделав по разработке эту программу я очень много научился я очень много узнал именно в реализации эксплуатации этой программы то о чем я раньше вообще даже задумывался а теперь я начал понимать и я именно программа благодаря этой программе продуктов я начал понимать и я в общем то совсем по другому пусть следующий пожалуйста сейчас я уже не госту вас немножко значит здесь вот у нас представлено как раз представление этих двух систем дальше вот здесь у нас представлено прогнозирование интенсивности движения то что у нас предусмотрено программе предусмотрено программа московского развития московского транспортного узла если мы не осуществляем развитие системе автомобильных дорог регионального значения в московской области только федеральной вот мы видим здесь Москва, Санкт-Петербург, Карт-Нагент, Карт-Нагент, обхода Подольска, обхода Подольска 1.40 региональных дорог нет вот следующий файл следующая картинка вот у нас появились региональные дороги и мы видим что совсем другая картина если в первом случае на все потоки идут в Москву то здесь мы уже видим идет распределение между районами то есть активизация движения и рост экономики на территории московской области следующая картинка здесь опять не исходя из того что мы прогнозируем не исходя из объемов перевозок а мы прогнозируем работу формировал работу автомат-разпорта мы результат получаем какой будет объем пассажирских перевозок грузовых перевозок при том или ином состоянии сети автомобильных дорог и это как раз дает возможность для подхода к экономической оценке результатовой деятельности вот как раз это связь Москва-Московская область следующая картинка это связь внутри Москва-Московская область автобусные перевозки следующая это грузовые перевозки следующее а вот здесь вот показано что мы на каждом фрагменте можем посмотреть какая интенсивность движения на том или ином участке сети дорог в том числе и вот мы будем такие вот дроби директорные пересечения с указа мы можем посмотреть какая направленность на транспортных развязок на развязках следующий кадр после этого уже работаем в институте генерального развития развития в институте градостроительности Московской области разрабатывая генеральные планы конечно у меня стоит вопрос о том что необходимо не просто так разрабатывать а все-таки прогнозировать интенсивность движения на сети автомобильных дорог и вот у нас попался был очень хороший объект краснознамец где мы провели учебно-интенсивность движения и на основании этого мы разработали методику прогнозирования интенсивность движения городских условий и вот здесь оказалось о том что вот еще одно условие которые необходимо учитывать что сейчас транспортом пользуются не столько не только и не стоя не большей степени для грузовых перевозок сколько вообще для сообщения вот исходя из тех положений какие очень публики что доработали не будет ворота пустой а когда мы сделали исходя из того что по существующему положению город загружается то есть так загрузка уличной дороги сети какая есть то у нас получается что у нас из микрорайона с населением 8000 возрежает держать и выезжает 12000 автомобилей то есть это не только трудовые поездки а здесь уже люди везутся детей в школу люди везутся детей в детский сад обратно забирать вот это необходимо учитывать вот используя эту модель мы сделали я фактически сделал это все делается безо всякого задания это все именно на чистом энтузиазме свободное от основной работы времени завез вот это вот вы едете сейчас в москву 126 районов москвы вот сделали по расчету интенсивность движения следующий пожалуйста вот пожалуйста вот это вот для того чтобы сразу говорить о том сколько это время требуется вот в этой программе надо просто на графике прорисовать новую дорогу и включить программу и она вам скажет через пять минут как изменится потоки на сети автомобильной дороги следующий слайд вот здесь как раз вот показано это все вот это существующие левые верхние это существующие состояния сети автомобильной дороги остальные это при различном состоянии автомобильной дорог как может изменяться интенсивность движения в сети автомобильной дороги естественно изменяется и объем грузовой, пассажирские перевозки и в общем-то подвижность населения следующий слайд а здесь вот показано вот то что я говорил используется сопредельные территории вот это вот интенсивность движения транзитного транспорта относительно территории московской области то есть это транспорт который идет по направлению тула владимир и прочее 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 вот это существующего положения мы видим что здесь весь транспорт фактически идет через указ следующий кадр вот это у нас при условии строительства ЦКАД мы видим что ЦКАД разгружает очень здорово центральную часть и мало того еще увеличивается доля автотранспорта то есть это вот как раз если министерство транспорта ради это они создали специальную программу развития транспортных услуг то вот из этой программы из этого которые говорят о том насколько увеличится доход от транспортных услуг в результате строительства ЦКАД следующая картинка а вот это в результате тех предложений по развитию сети автомобильных дорог федерального значения на территории московской области которые мы предложили это вот все три картинки сделаны на один и тот же период с одними и теми же показателями это вот опять о том что какие показатели мы используем но в своей программе мы используем я все закончил мы это последний последний кадр последняя картинка мы используем свои прогнозы по численности по уровню автомобилизации но мы учитываем то что не все автомобили выезжают многие не пользуются автомобилями но в любом случае сколько бы мы мы можем даже сейчас говорить не будем просто переходим к следующему выступлению Дмитрий Николаевичу Тараза профессору группы и проекты Капкулис вот так вот Дорогие горы, просто вы меня расстроили когда я ехал я езжусь оттуда и терпнет ну можно это не возгоняется нашим правилам ну рассматривая качественные особенности обеспечения жизни в городе я перехожу в тело я ничего не буду показывать на экране как сможет но зато я бы хотел начать с того что я работаю на секретике государственного управления заведу лабораторией управленческого моделирования в конце мая и начале июня проведем 12 конференцию есть действия которые благодаря смелости Федора мы распространяем благодаря Кудрявцеву что-то незаконным в проекте мы правопослушные проект сделан с итальянскими архитекторами и отвечающий на общую волю мы вынуждены не принимать в внимание контекст вот город Королёв и Омрук, включая Василий Остров это проект устойчивого развития с внаженными принципами и техническими способами мы проектированы для обеспечения этого устойчивого развития это не сказка, это метод и это ценности значит это есть все у Федора поэтому в одном кончается это решение, но есть можно сейчас среда упустить? где уходят? до 12 часов значит перейду к позиции на сцене я биолог, эколог, заниматель городской экологии много лет поэтому с Рябиковым у нас связаны далеко, я бы сказал, не сегодняшние отношения но они исключительно позитивные история кредита хороша перейду к позиции 1 у нас отсутствуют урбанисты мы их только сейчас готовим и поэтому на факультете государственного управления уместно будет организовать секцию вашей силы где будут поставлены правила государственного управления в урбанизации России кстати, Питер, мы вас любим и помним второе как биологи, а вы в школе проходили вы знаете, что это безподвоночные животные милые, обаятные, нанимали а мы с вами подвоночные животные и есть граница когда рост организма не может дальше обходиться без... правильно? он придет все знает поэтому я поставил бы вопрос для обсуждения каковы границы роста дорогов? они системные вы упомянули Форестера но там другой метод, другой язык и он сделал много толку значит, каковы у нас системные пределы роста Москвы? с точки зрения науки они есть, но они не установлены значит, пора к этому перейти причины, как всегда, политические чем больше территорий, которые владеют тем больше моя власть но потом наступает слом нам надо предупредить, учитывая слабые сигналы где эти пределы приведут к поражению никто не сказал об образе жизни горожанства потому что страшно даже начинать эту тему город для кого? вы все знаете ответ поэтому биологи много лет назад в 80-е годы начали программу Экополис идеалистически звучавшую тогда но привлекшую массу очень толковых участников в том числе наших учителей там и Веницкий там и Глазычев которого мы когда-то в западный берлин возились смотреть на экокварталы почему биология экология? вы косвенно упоминаете Водух и Палычев МАДИ 10 лет назад они посмотрели а как много кислорода в стволе МАДИ на Ленинградском шоссе в июльский день с 11 утра до часу дня кислород в школе 21,5% тут падает до 18 и хоть ты посиней там и живи в шикарных апартаментах дышать-то нечего про метро тут сказали мы и там немножко посмотрели микроорганизмы все прочее бесподавки а про кислород они не решаются под землю они решаются наверху потому что все воздухонаборные каналы вдоль трассы значит мы должны признать границы роста городов как системы и в том числе Москвы это поддается расчетам и хотя очень было мило сказано Людмила Юрьевна что кто не знает все не знает мы знаем гораздо больше мы знаем что важно и мы вынуждены у нас мнение борется со знанием все время мы представляем знания результаты экспериментов и сценарии Людмила Юрьевна а не результат моделирования на визите моделирования а не на словесном теории нам к сожалению не показали ни графиков не привык динамики не хватит довольно доброе поэтому вопрос о сценариях он тоже имеет свой визит и свой ну не был представлен мой визит включить ваши планы и представления экологические пределы в том числе налажающие границы на ваши действия как градостроители ну я вижу тут все полувозрелые поэтому я бы сказал так что я с горечью и внутренним рыданием наблюдаю как отечественную архитектуру раскопили и объяснили что она должна делать почти лет оттуда наше мучение значит я бы предложил перейти к вниманию визуальной среде города там будет наверное значит закладка и выполняются эти исследования не психологиями наша задача как и ваша видимо собирать тех кто может потом на общественных началах по нашему говоря под асфальт развивается все лучшее договориться и создать некоторый проект урбанизации где границы урбанизации каковы правила ценности и в том числе каков область новый новый тип урбанизации вот слово который я вот альбомчик вам показал это первый выпуск вы тут есть трех гитров благодарны вы платите вы платите вы третий мы враг враг смысл следующий нам представляется существенным сказать что современные проблемы которые реально стоят перед нашими профессионалами коллегами они требуют принятия нового типа урбанизации урбанизации мы его называли каполису как городские системы которые развиваются в пределах экологической емкости регионов потому что когда кислорода не хватает для городского шоссе ну что дальше ну что укройте элитные дома поэтому этот новый тип урбанизации чему он отвечает все проходили для заканчивания то что у города меняли свои функции военные политические административные города вынуждены сейчас осваивать новые функции это экологические функции что это значит это не только твердые бытовые отходы это значит что мы вынуждены метаболизм городов и регионов начать регулировать и обеспечивать те качества жизни которые нам нужны ежедневно ежедневно математические достижения есть прекрасные модели того как качество воды и воздуха например в туле влияет на заболевание почек и работа мы хотели попросить вас поблагодарить вас за собрание я бы хотел с вашей помощью потом разознать приглашение конференцию в москве в конце мая сделать технически удобным обмен и собирание вместе наших методик чтобы мы могли понимать есть ли то что объединит интегрирует это я тоже знал от нашего Николая Алексеевич вы про риск скажете никто не сказал что риск подсчитывается и вами давно он измерим он сопоставим и мы охотно москвичи охотно пойдемте рисками с китерцем вы не остались в каком смысле ну вы бездадите время еще раз никто не сказал о замечательной программе здоровые города европейской вообще момент критерии для чего город только немножко так потрог и пока вы делаете прекрасные модели то что мы питаемся биологами на полной казалось бы ерунде студентов объяснять что все что они знают о биологическом разнообразии то что они знают о заболеваниях детства детей значит нам нужны очень простые инструменты для получения для получения понимания высшего руководства все наши расчеты с пятым знаком после запятой они отодвигаются они непонятны мы это знаем мы это знаем это происходит в большинстве странах и поэтому завершая свое почти предыдущие выступления я хочу оставить брошюры там есть студентку который обещал принести вот это вам одна а остальные вы можете все сразу все сразу это работа прикованная много лет назад Сергей Абрамович Брозенблюм который нам объяснил что сначала рисуются художественные образы которые поняли потом это передается жителям проводятся социологические исследования что хорошо чего бы мы хотели а потом это работа архитектора начинается и планировщика значит давайте мы вернемся к старому заводному архитектуру не задал вверх но есть не просто в офисе когда я прошу вас повышен внимания когда вы переезжаете в квартиру что делает он берет бумагу чертит какой размер шкаф какой там что делает все в среде и к концу не нет не 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 а не не Это первое. Второе, что бы хотел сказать, то, что Николай, как мы его не раз уже слушали, как он прекрасный вектор, в том числе, и это очень важный момент, что связь между моделированием, видим, как бы важно ни было, и его конечным пользователем, она очень важна, потому что сегодня несколько раз в выступлениях Николая Алексеевича, например, Николай Вячеславовича, людей, которые находятся внутри систем управления, понимают, что востребованность моделей весьма, скажем так, проблематична, то есть, вот, как Алик Вячеслав сказал, мы показываем, да, ну, примерно, это не дословно говорит, а примут, не примут, это уже от нас не зависит, я могу тоже сказать, что наши китайские коллеги мне говорят примерно то же самое, что они работают в университете, а, соответственно, вне системы власти, они говорят, что да, мы делаем, но нам не верят, а, например, генплан, мы вообще-то, мы говорим, что такие факторы, вот, комбинации факторов, которые бы позволили генплан реализовать, идет, нет, вы не можете осуществить, то есть, он не осуществим, это не правда, то есть, ну, это еще в профессиональной среде, так сказать, здесь мог быть развитие, ну, методически, вот, вы считаете, что так, а мы считаем, что так, вот, как сегодня, а когда это выходит в огне, то там вообще непонятно, о чем речь возникает, но, поэтому, надо, некое направление, такое, вот, медийное, что ли, мультимедийное представление результатов моделирования, оно им очень важно, и вот, наши китайские коллеги, которые ему не стали показывать, они прислали, прислали какие-то варианты, например, они сделали по нашему, как бы, заданию, анализ размещения, разрешения на планирование в городе, сделали в металле, в динамическом представлении, ну, так, как мультипликацию, это, конечно, все другое представление, вы понимаете, его гораздо интереснее смотреть, а на самом деле, что он даже менее его трудно, труднее анализировать, но смотреть его интереснее, и третье, что я хотел бы сказать, что, как бы, сформулировать, что у нас сегодня вторая лекция, ну, не первая, которая сейчас вот, да, начнется, а вторая, она будет о, извинения, роли планировщика, то есть, речь на том, что, видимо, уже та модель, когда вот там дали нам задание, мы его посчитали, или вот нарисовали, ответы, она вообще не работает, потому что, в конечном итоге, мы уходим в техническую, техническое обслуживание, заранее поставленных, но часто никак не обоснованных целей, поэтому, скорее всего, роль планировщиков, ученых, вообще-то, она становится какой-то, действительно, никакой общественной, то есть, то, что, поэтому, то, что сказал Николаевич, это вот, то есть, некая новая модель организации, принцип управления, и, видимо, нам не стоит ждать, что власти скажут, мы их придумали, у них нет времени, я не знаю, это сложное, то есть, это должно делаться, скорее, общественным, поэтому, скорее всего, мы должны двигаться в это направление, то есть, путем не наинициативных проектах, каких-то публикаций, ну, грубо говоря, мы должны формулировать эту, эту, эти задачи, эту поездку, я сами не дожидаюсь, когда она будет формулирована кем-то еще, потому что, на самом деле, это то, что Николай Алексеевич сегодня замечательные цифры привел, да, но если послушаем, что нам говорят все время, там, видимо, видимо, так сказать, в развитии никаких новых экономических подходов, разговоров все время такой, что зачем строить новые дороги, без них ничего не будет возить, вот у нас есть Москва-Петербург, и мы будем сначала скоростной дорогу, потом высок скоростной, потом к ней еще супер, еще более супер скоростной, и потом еще же дорожная, вот, а свернуть с нее в сторону, назначить вас ворачивать, там же уже никого нету, там все уже уехали в Москву-Петербург, начни не надо строить на дороге, то есть, концепция совершенно другая, развитие нашей страны, сколько я понимаю, 20 эгломераций достаточно, а между ними происходят дикие звери, я не знаю, кто там ходит, вот, и в принципе, но эта концепция целостная, и она тиражируется, а альтернативных, вот хорошо вы сказали наши эти цифры, да, но вот если кто-нибудь, но этих никто не знает, можно вообще говоря, поэтому вот эту деятельность, как бы, мы будем стараться тоже подвигать, и мне кажется, одна, одна из приоритетов, вот, да, спасибо, Игорь Михайлович, я так передаю вам, рука, рука. Спасибо большое, скажите, пожалуйста, мы немножко выберем всю графику, у нас два доклада еще, слушаем, да, еще два доклада, сколько можно дать времени, минут по 10, там, 5 минут к последнему докладчику, и омские коллеги, где наши омские коллеги, давайте на сцену, ну, 10, 15, 12, если не так сказать. Спасибо вам большое. А как, ваталья, Великарадич, вам отдельное спасибо, вы нам кишки раздавали, у меня в одном и комплексе кишки, 11-го года, это компьютер-модель, по-коребному, то есть климата и комфорту, вот, то есть, вы сейчас говорили, что тут, климат, в каком-то глава 1, климат и сам. А улбан, смотрите, два, а дальше, это метабалит, городской метабалит транспорт и строительные модели. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дальше Дальше были сформированы